Пожалуйста, занимайте свои места. Мир вам! Мы продолжаем сегодня читать вместе с вами, исследовать послание Колосиным, третью главу. В прошлый раз мы говорили с вами на тему похороны ветхого человека, и апостол Павел в этой главе очень ясно показывает жизнь, контраст между жизнью с Богом, жизнью со Христом и жизнью без Христа. Без Христа – это жизнь греха и порока, а со Христом – это жизнь святости и любви. До рождения свыше – это жизнь под руководством ветхого человека, после рождения – это жизнь под руководством Иисуса Христа. Когда апостол Павел говорит в первом стихе третьей главы, «Вы, если вы воскресли со Христом, то речь идет о рождении свыше». Именно во время рождения свыше происходит, именно воскресение со Христом происходит во время рождения свыше. Рождение свыше является на самом деле самым удивительным чудом в жизни человека. Рождение свыше, оно меняет кардинальным образом мышления человека. И какое на самом деле может быть самое великое чудо, если не то, когда самый великий преступник становится святым человеком? Это действительно чудо. Это делает рождение свыше. Апостол Павел данное обращение направляет именно к верующим, которые пережили в своей жизни кардинальную перемену рождения свыше. Мы уже говорили с вами о двух важных призывах апостола Павла в третьей главе к рожденным свыше. Во-первых, чтобы они искали горнего, мы говорили об этом, чтобы они помышляли о горнем. И во-вторых, чтобы они похоронили свою ветхую природу. Еще нужно обратить внимание на важную деталь в этом тексте. Значит, деталь следующая. Чем больше рожденный свыше ищет горнего, чем больше он помышляет о горнем, тем легче ему похоронить свою ветхую природу. Иногда верующий удивляется другим верующим, почему, мол, другие верующие или в поведении, в жизни других верующих проявляются признаки ветхой природы. Это вроде человек верующий, вроде имеет рождение свыше, вроде покаялся, но все равно какие-то признаки ветхой природы в нем еще присутствуют. Вроде он должен похоронить ее, но вот получается так, что нет. Она проявляет себя каким-то образом. Ну, например, наблюдается, если мы читаем восьмой стих и дальше другие стихи. Например, в восьмом стихе мы читаем, мы наблюдаем и гнев, мы наблюдаем иногда и ярость, злобу, злоречие, ложь. В каких-то случаях есть и проявление нечистоты. И почему? Ответ простой. Христианин не наполнял свое сердце горним, он не наполнял себя Словом Божиим, он не искал вот этого небесного, он не искал близости с Богом. Поэтому у него не нашлось силы бороться со своей ветхой природой. Дело в том, что еще получив новую природу, христианин автоматически не освобождается от ветхой природы. Но теперь в его жизни возникает конфликт двух природ. Поэтому хоронить ветхую природу – это задача на всю его оставшуюся жизнь. С точностью наоборот. Новая природа теперь должна расти, новая природа должна уподобляться в образ Иисуса Христа. И это задача тоже для христианина на всю его оставшуюся жизнь. Очень простая закономерность. Знаете, какую природу будешь кормить, та и будет побеждать. Чем будешь наполнять свое сердце, от этого и будет зависеть твой выбор. Каждый день, каждодневный выбор, ежечасный выбор и ежеминутный выбор. Еще одно важное замечание. Значит, как ветхая, так и новая природа. Они обладают определенными качествами. Если ветхая природа обладает разрушительными качествами, то новая природа обладает созидающими качествами. Посмотрите, например, если мы смотрим 5 стих, когда, например, человек попадает в сексуальный грех, то ли это «будь верующий», то ли «неверующий», «рожденный свыше» или «нерожденный свыше», то всегда грех этого характера приносит разрушение. И вообще любой грех сексуального характера приносит разрушение. Он разрушает самого человека изнутри, и он разрушает отношения с окружающими, особенно с супругой или супругом. Грех подобного характера он разрушил уже тысячи и тысячи семей. Или же, например, другие разрушительные качества ветхой природы, такие как гнев или злоречие, всегда разрушают самого человека и окружающих, и отношения разрушают. Навряд ли найдется такой человек, кому нравится, чтобы на него кричали, чтобы на него гневались, чтобы на него сквернословили. Это все плоды ветхой природы. Как мы уже сказали, что наша задача, как верующих людей, устраивать ежедневные похороны своей ветхой природе. Она разрушает самого человека, и она разрушает отношения с другими людьми. Можно было бы еще много-много говорить об этом, о разрушительных качествах ветхой природы. Например, можно было много еще говорить о лжи. Здесь написано, апостол Павел говорит, теперь не лгите друг другу. Можно было об этом много поговорить. Например, источник лжи, откуда ложь произошла. Существует ли ложь во благо? Существует ли святая ложь? Или почему верующие лгут? Я хотел бы, чтобы вы сами нашли ответы на все эти вопросы. Но сегодня хочу вместе с вами сосредоточиться на другом и поговорить с вами о созидающих качествах новой природы. Я так и назвал сегодняшнюю проповедь «Созидающие качества новой природы». Когда человек готовится к крещению, то у церкви есть определенная задача. Перед тем, как преподать крещение тому, кто действительно хочет это сделать, у церкви есть задача узнать максимально, рожден ли человек свыше или нет. И наоборот. И помочь ему в этом, и преподать ему крещение. И наоборот. Если человек не получил рождение свыше, и церковь пытается определить максимально, насколько это возможно, в сердце, конечно, мы не заглянем, но определить, есть ли он нерожденный свыше, или у нас большие подозрения, что человек не получил новую природу, то оградить его от этого шага, то крещение ему не нужно. Писание четко, определенно отвечает на вопрос. Вообще, если задать вопрос, как можно ли определить, рожден человек свыше или нет, или сам человек для себя может ли определить, имеет ли он вот эту новую природу или нет. И Писание отвечает на этот вопрос четко. Урожденные свыше начинают проявляться созидающие качества, в которых он должен возрастать на протяжении своей жизни. Итак, давайте прочитаем текст Священного Писания, записанный в послании Колосиным, 3 глава. Мы прочитаем с 8 по 15 стих. С 8 по 15 стих. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвар, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святы и возлюблены в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как написано, Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. И да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Аминь. Сегодня я хотел бы, вот мы прочитали большой текст, мы зацепили стихи, о которых мы говорили немножко раньше и зашли немножко вперед, чтобы видеть контекст, о чем говорится в этих стихах. Я сегодня лишь хочу остановиться на двух стихах, это стих 10 и 11 стих. Данный текст является продолжением стиха 1, как мы уже сказали, где апостол Павел говорит о новом рождении. Если вы воскресли со Христом, то помимо того, что христианин должен искать горнего, помимо того, что христианин должен хранить свою веткую природу, христианин нужно еще облечься или одеться в нового человека. Одеться вот эти, здесь символический язык, апостол Павел использует, что христианин должен одеть как бы новые одежды вот этого нового человека. Итак, новый человек имеет важные характеристики и составляющие. Сегодня я хотел бы остановиться только на двух характеристиках и поговорить о них. Во-первых, новый человек или новая природа жаждет духовного роста. Посмотрите на 10 стих, который мы с вами прочитали. «И облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Обратите внимание на то, что в духовной жизни не бывает такого, что рожденный свыше человек или рожденный свыше отделся в нового человека, и после этого ничего больше не происходит. Он постоянно, как слово здесь нам говорит, постоянно обновляется. С каждым днем он становится все лучше и лучше. Сегодня я уже не такой, какой я был вчера. Почему? Потому что мой новый человек, он растет, он обновляется. Сегодня я постарался познать Бога больше, и сегодня я знаю его немного больше, чем я знал его вчера. Более того, новый человек жаждет этого роста. Новый человек хочет познавать Бога все больше и больше, он другого себе и представить не может. Точно так же, когда растут дети, они стараются познавать этот мир. Каждый день им приносит что-то новое. Они задают вопросы, они познают, они трогают, они щупают на вкус очень частенько, что-то на язык. Они много задают вопросов, и это нормально. Есть период жизни у ребенка, когда у него только одни почемучки. Когда наша первая дочерь исполнилась три года, то она нас, родители, просто заваливала бесконечными вопросами. И мы с женой должны были находить ответы и отвечать. Мы понимали, что она растет, что она познает этот мир все больше и больше, и мы должны ответить достойно и удовлетворить ее потребность в этом. Однажды мы ехали на машине, по дороге ехал трактор. Тогда она задала вопрос, «Папа, а что это такое?» «Это трактор». «Что я должен был еще ответить?» И я думал, все. Значит, я удовлетворил ее потребность, и больше она ничего спрашивать не будет. Но я не угадал. Она начала засыпать другими последующими вопросами, причем логическими вопросами. Она, «Почему трактор?» Ну, что вы ответите? Ну, потому что пахать землю надо. Почему пахать землю? Ну, чтобы семечко туда посеять. Зачем семечко сеять? Ну, чтобы травка выросла. Зачем, чтобы травка выросла? Ну, чтобы коровке дать. А зачем коровке давать травку? Чтобы молочко она дала. А зачем коровка? Почему коровка дает молочко? Чтобы тебя угостить, чтобы ты пила. Зачем? И так до бесконечной мы проговорили около часа. Я уже устал отвечать на вопросы. Ну вот столько было много вопросов и почемучек, почему одно и другое и десятое. И это нормально. Мы беседовали долго. И когда ребёнок растёт, познаёт мир, задаёт вопросы, пробует, что-то на вкус пробует, что-то трогает, это всё нормально. И он развивается. Мы понимаем, что он развивается интеллектуально, он познаёт этот мир. И с другой стороны, наоборот, если ребёнок растёт физически и не задаёт вопросов, и не развивается, и не разговаривает, и ничего ему не интересно, он в пассивном состоянии находится, его ничего не интересует, то нормальные родители начнут бить тревогу. Что-то ненормальное с моим, с ребёнком. Здесь нужно вмешательство врачей. Когда новый человек жаждет познания Бога, когда он жаждет познавать его характер, то это нормально, так оно и должно быть. Почему? Потому что его новый человек, он видит в Боге свою жизнь, он тянется к нему, он видит в нём своё питание, он находит в Боге своё удовлетворение, он чувствует в нём свою безопасность, он чувствует в нём свою идентичность. Это ему что-то родное. Его новая природа требует этого. Посмотрите, мы так и прочитали, «Облекитесь нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Обратите внимание на то, что в этих стихах апостол Павел указывает на родственную связь между новым человеком, рождённым свыше, и между Богом. Бог является создателем нового человека. У Бога есть определённый образ, который включает его характер, и новый человек имеет те же самые свойства или черты характера, которые и у Бога. Когда человек получает рождение свыше, чаще всего это происходит во время покаяния, то совершенно естественно для него искать близости с Богом. Мы часто называем такое явление, как первая любовь, правда? Многие из нас могут засвидетельствовать о себе, те, что как это было в нашей жизни. Мы вспоминаем, как после нашего покаяния, какая у нас была жажда искать Бога, как мы любили Бога, как мы стремились к Богу, как мы хотели читать Его Слово, как мы хотели молиться, проводить время с Ним в общении, как мы тянулись в церковь послужить Богу. Почему? Потому что новый человек, он чувствует свою принадлежность к Богу, он чувствует вот эту родную природу, божественную природу. Это ему дорого, ибо в нем новая природа видит в Боге своего Отца, потому что именно Бог дает рождение новому человеку. Это родная кровь для рожденного свыше человека. Для нового человека Бог — это родное, это ценное. И наоборот, я задаюсь вопросом, если христианин никогда не жаждал Бога, если никогда не желал познавать Его, никогда не стремился познать Его характер, никогда не хотел проводить с Ним время, никогда не желал изучать Его Слово. У меня большой вопрос. Имеет ли такой человек рождение свыше? Знает ли он, что такое новый человек? Знает ли он, что такое новая природа? Иногда такие люди как бы нечаянно попадают в церковь, потому что по различным причинам. Может быть, родители были верующие, или дедушка с бабушкой, и он оказался в церкви человек, но не было у него рождения свыше никогда. По разным причинам люди оказываются в такой ситуации. И вот когда люди нечаянно оказываются в церкви и принимают крещение, тогда церкви приходится безрезультатно работать с ними практически всю свою жизнь. Их уговаривают прийти на собрание, их уговаривают прийти на малую группу, их уговаривают, чтобы они жертвовали для Бога денежные средства, их уговаривают, чтобы они жили достойно в своих семьях, чтобы жены подчинялись своим мужьям, чтобы мужья любили свои жен, как Христос возлюбил церковь и готовы были умереть за нее. Их уговаривают, чтобы они не прикасались к спиртному, чтобы они не прикасались к пиву и к вину, но все безрезультатно. все эти просьбы для таковых людей тяжесть почему потому что большинство из них знает потому что большинство из них не знает что такое рождение свыше что такое новая природа поэтому они живут в соответствии со своей старой природы им так удобно она им комфортно они чувствуют себя очень хорошо своей веткой природе и новой природы не знаю что это такое и мы требуем от них каких-то жертв мы требуем как какую-то посвященность таковых людей но часто это происходит безрезультатно оно им чуждо они не знают что это такое веткая природа что захочет то они ей и дают я никого сегодня не хочу обличает действительно все мы много согрешаем когда мы людей обличаем мы часто слышим на себя посмотри на другие посмотри что ко мне привязался и действительно во всем и много согрешаем так говорит и он в первой главе первого послания и она но существует разница между согрешением рожденным свыше человека и не рожденным свыше рожденный свыше человек он будет стараться поскорее избавиться от греха он будет искать прощению бога ему самому неприятно от своего согрешения у противно то что он сделал ему хочет избавиться от этого для него это что-то инородное но нерожденный свыше с точностью наоборот он не стремится избавиться от греха он не ставит себе такую цель потому что это его любимая среда обитания это его родное он не стремится искать примирение с богом потому что для него это чуждо для него это тяжело это что-то не неродное для него более для более того для того чтобы как-то продать свой грех он всегда показывать будет пальцем на другого а на себя посмотри на другого чем он лучше меня два человека согрешили один рожденный свыше а другой нерожденный свыше в чем разница чем один лучше другого разница лишь в том что что рождённый свыше спасённый грешник, а нерождённый свыше погибший грешник. Также это можно сравнить с двумя животными. Когда овца нечаянно попадает в лужу или в грязь, то она старается поскорее как бы стряхнуть эту грязь себе. Она постарается скорее вылезти с этой лужи, она стряхивает в своих копыт вот эту всю грязь. Когда свинья же проходит мимо той же самой лужи, мимо той же самой грязи, то для неё это родная среда обитания. Она с удовольствием туда пойдёт, и не просто она наступит в эту лужу, она будет кувыркаться, она будет валяться, она будет находить удовлетворение в этой луже. Ей хорошо, ей там приятно и комфортно. Почему? Потому что у неё природа свинская. У овцы природа овечья, да, разные природы. В этом вся и разница между рождённым свыше и нерождённым свыше. Тот согрешил, и другой согрешил. Мы говорили с вами в прошлой проповеди о том, что нашему ветхому человеку нужно устраивать похороны каждый день. Рождённый свыше человек согрешив, ясно понимает в своём сознании, что ветхий человек, живущий в нём, он ещё силён, и он это понимает. Иногда ветхий человек побеждает, иногда он проявляет себя, и рождённый свыше это чувствует, он это знает, он это понимает, и он старается снова хоронить и хоронить этого ветхого человека. Он чувствует себя некомфортно, когда ветхий человек побеждает, когда у него происходит какое-то падение, когда происходит какой-то в его жизни грех, он чувствует себя очень плохо. Он снова ищет мира и близости с Богом, он просит прощения у Бога, он просит сил побеждать эту ветхую природу. Но нерождённый свыше, согрешив, он чувствует себя совершенно нормально, он не чувствует угрыжения совести, для него это комфортно, для него это нормально. Почему? Потому что он не знает другую сторону, он не знает, что такое рождение свыше, он не знает Бога. Вот почему мы никак не дождёмся от некоторых, хоть каких-нибудь минимальных изменений в духовной жизни. Мы иногда, конечно, находим оправдание, может быть, для себя самих, может быть, для них находим оправдание. Мы их называем или обзываем даже духовный карлик, или плотской христианин, или духовный младенец. А что, если подобные люди не имеют и никогда не имели в себе жизни? Я не хочу о всех сказать. Есть, конечно, и духовные карлики, есть и младенцы, есть и плотские, так Библия говорит, есть плотские христиане. А что, если более радикально посмотреть на этих людей, на некоторых людей, у которых, может быть, которые действительно не знают Иисуса Христа, не знают Его лично? Но рождённый свыше, новая природа стремится к духовному, стремится к святому, стремится к Богу, потому что новую природу даёт Бог. Она для Него родная, Бог для Него дорогой, Бог для Него родной. Новая природа знает, кто такой Бог. Она знает своего Отца. Она чувствует эту родственную связь. Итак, новый человек жаждет духовного роста. Это во-первых. Вторая характеристика нового человека, новый человек, он сглаживает межличностные барьеры. Посмотрите, мы прочитали с вами в одиннадцатом стихе. Десятый одиннадцатый ещё раз прочитаем. «И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всём Христос». В Древнем мире действительно было много барьеров. Елены. Кто такие елены? Это то же самое, что и греки. На самом деле, они смотрели сверху вниз на варваров. Варвары, кто это такие? Часто греки называли всякого человека, который не владел греческим языком. Если человек не обладал греческим языком, не говорил, они его называли варваром. Греки были аристократами Древнего мира, и они знали это. И они свысока смотрели на других людей. Иудеи тоже смотрели сверху вниз на все народы. Иудеи полагали, что поскольку они относятся к избранному народу, то все вокруг другие люди должны служить топливом для адского огня. Так многие из них верили. Более того, среди варваров были еще скифы, которые были еще большими варварами, чем сами варвары, как говорили греки. Таким образом, скифы занимали самое-самое низкое положение среди варваров и в обществе, и среди других народов. Греки выражались о скифах так. Это люди лишь немногим отличаются от диких зверей. И действительно, о скифах говорили как о дикарях, которые мешали очень часто цивилизованному миру вот своими зверствами. Действительно, они были, чем они отличались? Это был кочевой народ. Они отличались своим воинственным настроем. Они захватывали плодородные земли Месопотамии, жили вот в VII веке Дорождества Христа. И люди, окружающие, знали об их зверствах, об их походах, об их ненависти, и боялись их. Раба. Раба вообще даже не считали за человека. Он был живым орудием, не имевшим никаких личных прав. Хозяин мог по своему капризу выпороть без причины раба, мог заклемить, мог изувечить его, мог даже убить. И более того, раб даже не был свободен жениться. В древности не могло быть дружбы между рабом и свободным. Это были две совершенно разные категории людей. Но когда человек приходит к Иисусу Христу, когда христианство приходит, когда человек получает новое рождение, тогда все эти преграды ломаются и рушатся. Посмотрите, как оценил влияние христианства на развитие иностранных языков феолог, востоковед Макс Мюллер. Он не был христианином, но он был языковедом. И вот он говорит, он один из крупных специалистов в своей области, он говорит, что в древности люди интересовались лишь одним иностранным языком, это греческий язык. И греки были учеными, и так оно и было на самом деле, но они никогда не зашли бы до того, чтобы изучить какой-нибудь хотя бы один варварский язык. Они даже себе не хотели думать об этом. Лишь после того, как из словаря человечества было вычеркнуто слово варварский и заменено словом брат. Лишь после того, как было признано право всех народов быть членами одного рода, можно усмотреть хотя бы первое начало языковедения. Тогда начали изучать хотя бы малость другие языки. И эту, он признает, вот этот Макс Мюллер, он признает, эту перемену произвело христианство. Именно христианство свело людей достаточно близко друг к другу, чтобы они пожелали учить друг друга, чтобы они учили язык друг друга, чтобы они помогали друг другу. Христианство действительно сглаживает языковые барьеры. Нужно точнее сказать, что рожденные свыше сглаживают языковые барьеры. Они не претендуют на значимость своего языка. Они с уважением относятся к другому языку. Это то, что касает исторической заметки. Но обратите внимание еще и на другие барьеры в 11-м психе, которые разрушают рожденные свыше, которые разрушают христианство. Во-первых, рожденные свыше разрушают барьеры происхождения и национальностей. Различные народы, которые раньше ненавидели друг друга, теперь сведены в одну христианскую семью. Люди разных национальностей, Елен, Иудей, Варвар, Скив, которые раньше готовы были уничтожить друг друга, убить друг друга, но когда пришло Евангелие, когда они уверовали, когда они получили новое рождение, теперь они спокойно сидят друг с другом на одной скамейке за столом причастия. Во-вторых, рожденные свыше разрушают обрядовые и ритуальные барьеры. Мы просчитали с вами, что где нет ни обрезания, ни необрезания. Почему здесь апостол Павел говорит об обряде обрезания? Дело в том, что иудеи считали всех людей другой национальности, которые не имеют обряд обрезания, нечистыми. Но когда человек любой национальности приходил ко Христу, получая новое рождение, то все это объединяло в одно братство. Когда иудей приходил ко Христу, он становился братом для язычника, который также приходил ко Христу. Когда иудей получал рождение свыше, так же, как язычник получал рождение свыше, когда они пришли ко Христу, они могли принимать друг друга. Они становились братьями друг для друга. Рождённые свыше разрушают обряды и ритуальные обряды. Христос для них важнее всего. Обряд теперь не важен, ритуал теперь не важен, Христос важен для них. Но не только это. В-третьих, рождённые свыше разрушают барьеры между культурными и некультурными народами. Когда Скиф, считавшийся невежественным варваром, приходил ко Христу, и когда грек, аристократ, грамотный человек, образованно приходил ко Христу, они не чувствовали больше между собой барьеров. Придя ко Христу, они теперь могут сидеть рядом и прославлять Бога. Великий учёный и простой труженик могли сидеть рядом на одной скамейке поклоняться Богу. Но не только это. В-четвёртых, рождённые свыше разрушают барьер между различными классами общества. Рождённые свыше получают рождённые свыше получают как раб, так и свободный. В ранней церкви можно, могло даже часто так происходить, когда раб становился руководителем церкви, когда он становился пресвитером, а когда его господин, он был рядовым членом, и он в смирении сидел и подчинялся в рамках церкви рабу, который был пресвитером. И это было нормально. Это то, что делает Евангелие, это то, что делает новая природа, это то, что делает Иисус Христос. Главный вопрос, который я хочу сегодня задать каждому из вас. Рождён ли ты свыше? Являешься ли ты по-настоящему Божьим Детём? Пережил ли ты рождение свыше? Пережил ли ты личную встречу с Иисусом Христом? Знаешь ли ты лично Иисуса Христа? А не знаешь ли ты о Христе? Это две большие разницы. Можно о Христе знать очень много и наизусть, но не знать лично Иисуса Христа. На самом деле, это вопрос не второстепенной важности, это вопрос жизни и смерти. С этим шутить нельзя, либо ты рождён свыше, и ты идёшь к Богу после своей смерти, либо ты не рождён свыше, идёшь в вечную погибель. Несмотря на то, что, может быть, ты вырос в христианской семье, возможно, ты занят в каком-то активном христианском служении. Послушай, если это всё ты делаешь без рождения свыше, без новой природы, всё это ничто. Потому что спасение, оно не зарабатывается служением, спасение не зарабатывается какими добрыми делами, спасение даётся по благодати, даром, через покаяние, через личное посвящение Иисуса Христу, через рождение свыше. Я призываю сегодня каждого из нас, каждого из вас, исследовать своё сердце, посмотреть туда, остановиться, спросить самого себя, где я и кто я. Прилепилось ли моё сердце по-настоящему к Богу? Тянется ли оно к Богу? Жаждет ли оно к Богу? Ищет ли оно святости? Желает ли оно возрастать? И желает ли оно стать похожим на Иисуса Христа? Любит ли оно Бога? Если в этих вопросах есть ответ «нет», то сегодня для тебя есть время исправить это. Сегодня для тебя есть время примириться с Богом. Сегодня для тебя день, когда ты можешь покаяться и посвятить свою жизнь. Сегодня ты можешь принять решение следовать за Богом и искать Бога. Господь сегодня призывает через Своё слово «Придите ко мне все труждающие, обременённые, и я успокою вас». Господь говорит через Своё слово «Покайтесь и уверуйте в Евангелие». Господь говорит через Своё слово «Не покайтесь, все так же погибнете». Господь говорит, что верующий в Меня имеет жизнь вечную, неверующий уже осуждён. Помоги нам, Господь, сегодня исследовать своё сердце, посмотреть, где оно, рождён ли я свыше, люблю ли я Бога. Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Господь поможет нам принадлежать Ему всем сердцем, всей своей душою. И чтобы мы крепко любили Бога, чтобы мы никогда не предавали Его, чтобы мы боролись со своей ветхой природой, чтобы мы были победителями, чтобы мы стремились быть похожими на Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.